Весна и тюльпан, братья-близнецы, говорил поэт Маяковский. А значит, весна, несмотря на февраль, уже наступила в Забайкальском ботаническом саду. В предчувствии скорого тепла там зацвели тюльпаны. Эти цветы любили и турецкие султаны, и голландские принцессы. Неравнодушны к ним и российские женщины. Розовые, красные, желтые и белые. Тюльпаны, по словам специалистов, Забайкальского ботанического сада – главный символ весенних праздников. К международному женскому дню здесь готовятся заранее. В Забайкальском ботаническом саду выращивают тюльпаны тысячами. Но каждому, как ребенку, специалист уделяет особое внимание. Тюльпаны, как и все луковичные, любят холод. Не зря для цветения они выбирают раннюю весну. Соблюдение температурного режима в теплицах позволяет затормозить или ускорить рост растений. Перед праздниками здесь расцветут около пяти тысяч тюльпанов. Прежде всего нужно иметь душу, нужно любить эти цветы. Ну а остальное что? Тюльпан. Если он сухой, его нужно полить. Подкормочки при выгонке, они требуют немного, ну максимум три раза подкормить их. И, естественно, кроме этого еще нужна температура, низкая температура. Тюльпаны любят низкую температуру. Поэтому, чтобы дольше сохранить цветы, вазили горшочки, их следует держать в прохладе и чаще менять воду на холодную. Кроме тюльпанов, в Забайкальском ботаническом саду уже расцветают гиацинты, нарциссы и крокусы. Психологи говорят, букет из цветов даже самый хмурый день может превратить в добрый. Дарима Дондакова, Александр Смирнов, Вести Чита.